Кирюхин ТВ представляет Во имя Господа Иисуса Христа я хочу сегодня поговорить на тему Божьего Слова, как мы Его слушаем. И я хочу поговорить на эту тему в ракурсе того, как мы это делаем, как мы. Это производим, это Божие действие, слушание. Это на самом деле божественное действие в нас, когда мы слушаем и слушаемся Божьего Слова. И название сегодня будет такое «Наблюдайте, как слушаете». В том месте Писания, которое я возьму как заглавное место, это Евангелие от Луки. Восьмая глава, 18 стих написано так. «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». О чем же говорит этот стих? Что он конкретно означает? Он означает следующую вещь, если вы, конечно, читаете его в контексте. Контекст этого стиха – это притча Иисуса Христа о Сеятеле. Для этого нужно прочитать с 11 стиха, то есть выше, как я всегда говорю, что, Слово Бога, оно толкует само себя. В стихе, когда в стихе непонятно, нужно читать контекст, а если не истолкует в контексте, то нужно смотреть Священное Писание, где данный предмет, который вы не понимаете, появляется более в раннее время. И то определение в Священном Писании будет истинное и правдивое. Итак, обычно говорят, как же мы можем наблюдать, как мы слушаем, потому что слово «наблюдать» в греческом оригинале текста Нового Завета. Мы знаем, что синодальный текст – это не оригинал, а это есть как раз перевод через церковнославянский текст с греческого текста. И там это одно слово, слово «наблюдать», слово «смотреть». Итак, как наши глаза могут быть связаны с нашими ушами. Ну, попробуем поговорить об этом прямо сейчас. Я сейчас немножко расскажу некоторые случаи из жизни, которые бывают, а потом мы с вами прочитаем притчу Иисуса Христа. Договорились? Окей. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Много раз я встречал такую вещь, что, например, когда слушают в наше время, когда свирепствует масочный вирус, именно все слушают Божие Слово в интернете. И есть такие люди, которые, если на проповеди меньше 10 тысяч просмотров, они даже не открывают такую проповедь, чтобы послушать. С другой стороны, если у человека также не достают подписчиков, цифру с потолка беру, если у человека менее 1000 подписчиков, то такие люди также стараются не смотреть и не слушать эти проповеди. Когда Иисус Христос говорил «наблюдайте», то есть смотрите, как вы слушаете, он об этом ли говорил? Потому что кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Итак, здесь проглядывается явно избирательность, то есть, как говорится, авторитет человеческий. Такие люди слушают больше не Божие Слово, а авторитет. Наблюдайте за собою, как слушаете. Кто имеет, тому дано будет. Что мы можем иметь? Мы можем иметь веру, мы можем иметь слышание Божьего Слова. Но больше всего, что ожидает от нас Господь, это тот случай, когда мы не только слушаем, но выполняем Его Слово. Но прежде всего я хочу прочитать всё-таки эту притчу. Итак, я читаю с 11 стиха, 8 глава, Евангелие от Луки. Вот что значит притча сия, это истолкование, точнее, притчи. Для экономии времени я всё читать не буду. У вас есть Библия, Евангелие от Луки, 8 глава. Прочитайте, не поленитесь. Получите огромное благословение и удовольствие от Божьего Слова. Итак, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть там упало семя в три категории поверхности. Итак, первое — это при пути, около дороги. Это суть слушающей, к которым приходит потом дьявол, то есть нечистая сила, которая противодействует Божьему Слову во все века. оно приходит и уносит это Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись от грехов своих. То есть это Слово, оно приходит, но оно потом бывает унесено, так что не остаётся о нём памяти. Упавшие на камень. Дело в том, что в нашем регионе нет каменной почвы, нет камней, а есть только дороги, поля, там где-то терновник, крапива и так и далее. Но есть в Израиле каменистая почва, есть упавшая на камень, которая была подле дороги. Может быть, даже, как в притче написано, подле поля, потому что сеятель шёл по полю, он всё не сеял специально в камне. Упавшие на камень — это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Это вторая категория. На камне тепло, особенно после дождя, и там всход семян получается даже быстрее, чем в поле. Но в камне зерно не может укорениться. И такие люди ревностно, с радостью сразу принимают, но которые не имеют корней и временем веруют, а во время искушения отпадают. Что такое искушение? Это сравнивается в притче, когда солнце взошло, высушило почву, и всё то взошедшее увяло. Временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть это люди, которые не имеют корня, они не могут укорениться в Божьем Слове. Итак, Слово Божие, что мы из этого текста можем выучить? Нужно хранить в сердце своём. И мы должны укорениться в Божьем Слове, полюбить его всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Божие Слово нужно полюбить. Потому что если мы не любим Божие Слово, мы не любим Бога. Любой из нас, в том числе и я. И нужно преодолеть искушение. Время злое нужно преодолеть. И всё это преодолевшее устоять в Божьем Слове и не отпасть. Для этого нужно укорениться в Божьем Слове. Хотя притча — это уже как бы факт. Что-то упало при пути, что-то упало на каменную почву. Но дело в том, что благодатью Бога Бог способен укрепить нас в Слове и перенести даже, если семя упало не туда. Я верю, что Бог изменяет людей, изменяет жизнь. И эта притча написана не для того, чтобы мы были, как бы так сказать, такими людьми, которых горбатого могила исправили, нет, но для того, чтобы мы умоляли и просили Бога, чтобы Он сохранил нас от искушения. Не введи нас во искушение, учил молиться Иисус своих учеников. И мы к Богу взываем. Не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. Дай принять Твое Слово всем сердцем. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя заботами и богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. То есть крапива, она обратно вырастает быстрее. Есть такая почва, где именно есть терния, крапива. Это вырастает быстрее. Оно не дает солнечному свету проникнуть нормально к росткам, которые всходят. И они со временем становятся тонкими, тонкими, слабыми. И они не в состоянии, если вы видели, любое растение, которое посажено в углу, там, где нет солнца, оно не приносит плода. То есть подавляется Божье Слово и не приносит плод, для которого было посеяно. А упавшие на добрую землю, это те, которые услышав Слово, внимание, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Итак, кто имеет уши, уши слышит, слышит, да слышит. Так вот, теперь мы понимаем, что означают эти слова. Наблюдайте, как вы слушаете. Не горбатого могила исправят, если случайно у вас терния, Бог по вашей молитве, по вашему желанию, может испепелить все терния, всю крапиву и перенести семя на благоприятную почву. Для этого и говорится эта притча. Итак, то, что я сказал, имеющие уши, слышит, да слышит. Кто не хочет слышать, он и не услышит. Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что он думает, иметь. И на эту тему также есть притчи, которые я прочитаю в конце. Но что такое вот это слушание? Слушание или слышание, то, что мы слышим, то даёт нам руководство к действию. Но прежде чем действовать, согласно Божьему Слову и Воле Бога, нужно иметь знание, то есть само Слово Бога. Что делать? Слово знание. Это знание о предмете. Допустим, мы знаем, что мы можем любить Господа Бога, ближних и братьев во Христе. Но нужно знать, как это применить. И для этого существует слово мудрости. и Божий Дух в тот момент говорит в сердцах наших и учит, учит и учит, как это делать. Пророк Осия, как есть один мой друг в Фейсбуке, Емельян, он любит часто повторять этот текст Писания. Осия 4, 6. Там написаны такие слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток введения. Как ты отверг введение, так я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Итак, к чему лучше относится вот этот текст забыл. Это скорее всего это терния заглушила вот это знание. И опять я говорю, еще раз повторяю, что если семя попало в тернии, допустим, если она упала при дороге, если она упала на каменистую почву, любой из вас, если желает, может возобить, воззвать к Господу. И Господь по великой благодати изменит либо почву, либо перенесет семя в другое место. Я нарочно не говорю и не продолжаю эту мысль дальше, чтобы вы понимали, к вам придет лукавый дьявол и будет говорить вам, у вас гордость житейская, у вас упало семя при дороге, у вас упало семя при камне и вы не принесете плода, никогда не принесете. Дело в том, что по вашему желанию Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа и Шуаха Машиха еврейского мессии, Бог Израиля может совершить великие дела и эти дела будут как раз способствовать тому, чтобы вам принести добрый плод. Должно быть ваше желание. Кого Бог избрал? Те, кто желает угодить Ему, те, кто желает слышать Его голос, как Авраам, как Исаак, как Яков. был младший брат ведь Яков, был у него старший Исаф, но он пренебрег первородство, а это первородство означало не только наследие имущества, оно означало, что этот человек, кто будет иметь первородство, тот будет приносить жертву Богу, как бы будет священником в доме и будет через него Господь общаться с обществом Израиля или на тот момент семья Авраама, она была велика, он будет патриархом, тем человеком, через которого произойдет Христос или Машиах, Мессия. Исааву было фиолетово до веры, но Яков, он желал быть священником, он тянулся к Господу Богу, и какой-то период произошел потом над ним и это первородство проявилось в нем, то, что он боролся с ангелом Божиим, то, что он как Авраам заповедовал всем сынам своим ходить путями Господними, через него получился, родился сын Иосиф через Иакова, и все, что мы сегодня знаем о Боге, это благодаря тому, что именно Иаков был верующим человеком, А брат его Исаф не хотел иметь ничего общего с духовностью И Слово Божие повторяет Истреблен будет народ мой за недостаток ведения как ты отверг ведения так я отверну тебя от священно действия Иаков он выбрал ведение он выбрал Божие Слово он выбрал благословение но ведь Бог заранее знал кем будет Исаф кем будет Иаков кто-то говорит что он все предопределяет уже все предопределено ничего не предопределено Бог просто знает как будет и поэтому он говорит обращает внимание когда Ревека пошла спрашивать Господа он сказал больше будет в порабощении уменьшего и благословение принадлежало Иаков но отец все таки любил больше Исава и он хотел дать ему первородство это было бы гибельный гибельным действием если бы так получилось истреблен будет народ мой за недостаток ведения и прервалась бы линия мессии если так было бы неверующие люди никогда не примут Божье слово верующие люди даже если срываются срываются над обрывом над скалой вот как в той притче если даже семя попало на камни человек который действительно верующий он как Иаков идет на все чтобы приобрести Божье слово вот это самое ведение ваше желание оно влияет на ваше Бога избрание истреблен будет народ который отверг ведение они отвергли ведение и будет отвержен от священно действия Исаф действительно не был таким его потомки священно действием от священно действователем от Иакова произошел Левий от которого произошли потом священники и много великих пророков в том числе Самуил но об этом не в этот раз и он как ты забыл закон Господа Бога что такое закон закон это учение это как учение как Бог учит и ставит это в закон своим людям вы думаете 10 заповедей всего нет их гораздо больше несравнимо больше заповедей Божьих и когда человек думает что он очень набожный он очень много молится долго молится хорошо молится но отвергает Божие Слово Божие Слово Библия Священное Писание его нужно принять его нужно открыть прочитать узнать принять полюбить всем сердцем только тогда ведь священно действие это что включает и молитву и жертвоприношение и все другое но Соломон говорит такие слова царь Соломон притчи 28 глава 9 стих говорит кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость представляете люди столько молятся такие длинные молитвы составляют столько молятся часами а это все может пойти в тартарары и оказаться мерзостью по какой причине кто отклоняет ухо свое от слушания закона Иакову закон или законы Бога его слова не были безразличны и Савву было безразлично он мог приносить жертвы молиться и все это ничто не означало хотя какое-то время это может приносить благословение и человек воздерживается от чего-то и это несет ему добро но пред Богом это мерзость потому что человек отклонил ухо свое от слышания закона если человеку важно сколько лайков сколько тысяч просмотров или тысяч подписчиков в ютубе в данном случае у проповедника горе таким людям великое горе потому что через это к тебе как бы говорил Господь а ты а ты отклонил ухо свое от слушания закона закона это не Тора это не закон Моисея это заповеди Бога любое приказание Бога любое его любая воля является именно законом в том числе когда есть в новом завете греческое слово рема это когда Бог говорит что-то лично тебе это тоже для тебя закон и когда кто-то из вас или я даже отклоняет ухо свое от слушания закона того молитвы и мерзости поэтому когда я молюсь я обычно перед этим читаю кратко какое-то место из священного писания которое Бог показывает чтобы молитва не была мерзостью итак есть притча она записана в Евангелии от Матфея как раз мы пришли именно к этому местописанию 25 глава с 14 по 34 стих и я повторю заглавный стих перед чтением этой притчи итак наблюдайте как вы слушаете кто имеет тому дано будет а кто не имеет у того отнимется и то что он думает иметь человек много хочет иметь но именно слово Божие это то что человек должен иметь потому что если человек не знает что ему нужно делать он не будет иметь благословения и очень важно я кстати хотел прочитать это место в писании это книга второзакония книга второзакония глава это глава номер 6 4 стиха это очень важно место в писании прочитаем это место писания 4 глава то есть 6 глава 4 по 6 стих слушай израиль господь бог наш господь господь един есть и важно здесь слово слушай оно это слово означает два в одном два две очень важные вещи нужно слушать и выполнять вот это значение вот этого еврейского слова шма израэль господь бог твой господи един есть то есть нужно не иметь других богов и люби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими и да будут слова сии которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем то есть не здесь в мыслях на памяти но шах детям говори идя дорогой повяжи себе на стены на руки там еще куда-то на лоб напиши их это очень важно понимать очень важно помнить что нужно делать а делать действительно нужно один мой знакомый у него отопление есть от газа идет и от дровяного котла и у у него надпись висит на бумажке когда он идет переключать выключи закрути кран или что-то в этом роде перекрой кран потому что если его не перекрыть то котел взрывается очень важно в нашей жизни взять слово божие и повязать как бы образно говоря в нашем разуме постоянно повторять его чтобы приходя в определенное место своей жизни не получить катастрофу и как эта катастрофа может быть и как не быть она может прочитаем притчу от матфея 25 теперь читаем ибо он поступит этот господин господь он поступит как человек который отправляясь в чужую страну призвал рабов своих и получил поручил им имение свое и одному дал пять талантов другому два иному один каждому по силе и по его силе и тотчас отправился получивший пять талантов пошел употребил их в дело и приобрел другие пять талантов точно так же получивший два таланта приобрел другие два получивший же один талант Пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. Вот эта вот притча. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты дал мне. Вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Пришел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнес, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. И вот это как раз катастрофа. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сею, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему даётся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказався, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. «Когда же приёт Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сярет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть то же самое, что в той притче. Кто имеет, тому дастся. Кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Итак, что означает иметь? Слово Божие толкует само себя в контексте, как я часто говорю. Итак, что же здесь написано? Первых двух рабов он похвалил за то, что они приумножили. «Всё хорошо, Бог никогда не даёт ничего вам то, чтобы вы не в состоянии были сделать». Здесь написано «каждому дался талант». Талант – это, кстати, где-то около 26 килограммов слиток или что-то такое. В общем, 25 килограмм серебра даётся человеку. И он должен пойти к продающим и пустить это дело в ход к торгующим. Не то, что может из этого сделать цепочки, кольца, серьги. Можно купить на эти деньги валов, овец. Эти валы и овцы приумножатся, и потом можно продать и приобрести. И эти два приобрели. А третий человек, может быть, он боялся, что прогорит. Может быть, он опасался, что у него ничего не получится. Но слово Бога толкует саму себя. Господин что ему сказал? Почему он дал ему один талант? Он дал ему шанс исправиться. Он дал ему шанс что-то делать. Но он сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый. Он не из-за того, что боялся прогореть, не пошёл и не пустил талант в ход, а из-за того, что был ленивый. И сегодня мы, бывает, из-за того, что ленимся, очень плохо слушаем Слово Божие и невнимательно. Потому что написано, наблюдайте за собой, как слушаете. Кто имеет, тому дастся. Кто не имеет, у того отнимется то, что он думал бы иметь. Он хотел отдать господину его же талант, но у него взялся этот талант и передался тому, кто приобрёл много. Дорогие друзья, сегодня Господь говорит к нам, чтобы мы не были ленивы, чтобы мы трудились в деле Господнем, слушали Божие Слово и выполняли его, и передавали, и учили тех людей, которые были бы способны и других научить. Вот для этого я и записываю эти видеообращения, чтобы ты, дорогой друг, который сейчас слушаешь меня, знал, что хочет Бог, что нужно делать, и принёс плод Господину, то есть Господу Иисусу Христу, через Него и Небесному Отцу Богу Израиля. И он хочет получить своё слово с прибылью. То есть, когда на ёлку вешаются игрушки, на новогодно-рождественскую ёлку, то это что-то неживое. Но когда на ёлке вырастают шишки, это есть плод, это есть природное, это есть естественное. Поэтому Господь хочет, чтобы в нас вот этот как раз талант, это серебро, но чтобы в нас возросли духовные, выросли плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание. У Иакова была вера. Он был Божьим человеком. Он верил в Божие Слово. Он верил, что Слово Бога есть воля Бога. И выполнял это Слово. И научил этому своих детей и своих внуков. Каждого по-своему. Но они были способны передать свою веру своим детям, а те дети передали своим детям. И в итоге на выходе мы сегодня имеем закон Моисея, мы имеем Библию, мы имеем Евангелие и апостола Павла. это всё благодаря тому, что Иаков, он смотрел, как он слушает, следил и наблюдал за собой. И каждый из нас должен наблюдать за собой. И очень часто христиане ругают иудеев, и даже тех христиан, которые исследуют закон Моисея. Но в Писании написано, что народ, соблюдающий закон Моисея, будет жив им. А я хочу заметить, что народ Израиля, то есть Израиля, прошу прощения, не существует, существуют иудеи. Это иудеи сохранились. Они всегда выполнали Божие Слово и закон Моисея. И они сегодня являются одним из старейших народов. И также вы будете такими же людьми, если будете следить за собой. Как вы слушаете? Как? Наблюдайте. Как вы слушаете? Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется. И то, что он думает иметь. Итак, если вы берёте Божие Слово и выполняете его, то вы будете благословенны. И ваши дети будут благословенны и будут благословенны до тысячи родов. Если они не будут выполнять Божие Слово, и вы не будете выполнять, то вы будете прокляты до четвёртого рода, пока исправлением не разорвёте эту порочную цель. Бог милостив, милосерд, долготерпелив. Он готов неустанно благословлять вас и давать вам всё обильно для наслаждения. Но только нужно трудиться над самими собой, чтобы слышать Божие Слово, любить Его, выполнять. И тогда молитва будет благоприятной, и ваше хождение и жизнь пред Богом будет благоприятной. И мало того, в воскресении мёртвых, если вы не доживёте до второго пришествия Иисуса Христа, вы будете благословенны и будете иметь жизнь вечную. И если вы застанете Христа во втором Его пришествии, будучи живым ещё, то вы никогда не умрёте, не вкусите смерти и будете благословенны. Только наблюдайте за собой, как вы слушаете. Слушаете ли вы для того, чтобы погордиться, я ходил на какого-то великого проповедника, или вы слушаете для того, чтобы выполнять Божье Слово. Слово Бога есть воля Бога. Оно математически точно, научно обосновано. И если что-то нам ещё непонятно, это не означает, что Божье Слово ложно. Просто мы что-то не понимаем, либо ещё что-то нам не открыто. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется. И то, что он будет иметь, то, что думает иметь. Здесь был Андрей до следующего раза, до следующей встречи. Будьте мудрыми и не делайте глупостей. Выполняйте любое требование Бога, которое Он вам открыл, и будете жить счастливо. До встречи. Счастливо. Папа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...